Экспоненты ДПМ в Бельцах не позволили муниципальному совету проголосовать за выделение ветеранам по 5000 леев канун 9 мая, а также за повышение на 20% зарплат персоналу детских садов. Это произошло после того, как демократам не удалось совершить переворот в совете, и они во вторник покинули заседание, спровоцировав отсутствие кворума. Поведение демократов и некоторых присоединившихся к ним советников возмутило Елену Грицко, председателя заседания. ДПМ в Белцах не позволили муниципальному совету проголосовать за выделение ветеранов. Р puesto Zacharias, институтautresλλ исследований ожидали, что регионов нет проблем, а с ответы о передемках больше и awfullylearaltra услышали, рdio, где Bisqueка счастлива былаילедниста, где был счастливым. Вы меня извините. Люди добрые. У всех из вас есть дети, которые отходят в стадики, в школу. Какими глазами эти советники, которые прервались наши соседания, могут относить этих детей в школу, когда мы сегодня не проголосовали за эти 200 несчастных лей, 200 несчастных лей, чтобы поднять бедным людям, которые получают тысячу сто лей. Как мы сегодня будем смотреть ветеранам в глаза, ветеранам, которым мы обязаны всех, как мы их будем сегодня смотреть в глаза, как они, эти предатели, могут смотреть в глаза всем, как научить этого города. Что происходит, я не могу понять. Это ведь жизнь на важные вопросы, без которых город не может жить. Что происходит, люди добрые. Переворот в муниципальном совете Бельц, который, как ранее предупреждали представители нашей партии, был запланирован на вторник экспонентами ДПМ, провалился. Несмотря на то, что буквально в ночь перед этим им удалось запугать еще несколько советников от политформирования Рената Усатова, демократы не собрали большинства в совете. Это стало понятно еще при назначении председателя заседания. Со стороны нашей партии была выдвинута кандидатура Елены Грецко, а фавориты республиканской власти выдвинули Павла Бучацкого. Большинство присутствовавших в зале проголосовали за Грецко. Не получив желаемого большинства, сторонники демократов предложили исключить из повестки дня вопрос, ради которого они все и затевали. Это вопрос о законности назначения вице-примара Николая Григоришина и Геннадия Шмульского, которые должны были рассматривать по заявлению правительственной канцелярии во главе с Октавианом Маху. План, как ранее сообщал Григоришин, состоял в том, чтобы согласиться с доводами правительства, после чего госканцелярия опротестовала бы назначение в суде. На финальном этапе схемы, после объявления вице-примара вне закона, Григоришина также сняли бы с местных выборов на должность примара. 17 апреля дать старт этому плану демократам не удалось. Дорогие коллеги, я вам скажу, что произошло. Пускай девчане все знают, чем занимается фракция господина Томонского в лице господина Маху, в лице господина Родиона Мельника, в лице Сырфы. Они ходят за руки моих советников. Вы сегодня видели, что произошло с Киптиномом. Вы видите, что пришел серьезный фасад. Пусть то, что с Листиком, то же самое. Вот что происходит. Они пришли и сказали сегодня ночью, что Киптином не вербут его товар. Шварцы пришли и сказали, что Шварцы не придут сегодня на заседание о исполнении вашего жилу. Вот что происходит. И чтобы девчане должны знать, что эта данная фракция, которая красит себя в какой-то непонятный цвет господина Махуонского, это чисто фашисты, которые работают против Вейска. Представители демократической партии и некоторые другие советники, к ним примкнувшие, покинули зал, чтобы сорвать заседание целиком. Несмотря на то, что в этот день должны были рассматриваться важнейшие для города социально-экономические вопросы. Представители фракции нашей партии вышли из зала на совещание, не прерывая заседание муниципального совета. В коридоре их приветствовали бельчане. Через несколько минут жители города попытались подняться на второй этаж в кабинет главы местной госканцелярии. Октавиан Маху не согласился выходить к людям, а у кабинета был выставлен полицейский кордон. Вернувшись в зал, советники от нашей партии в составе 14 человек рассмотрели несколько вопросов повестки. Были определены вопросы, которые можно рассматривать в этом составе. После чего объявили в заседании длинный перерыв. Они снова соберутся в среду в 15.00.